сейчас вы придете в ужас, кто-то уже подзабыл, третий или пятый раз я показываю это с ним я вынужден это делать, вот, с тех пор как гадалка мне пожелала пять лет, это немного, по разу в год я пять раз еще покажу этот снимок, каждый год, пусть из вас нас мало, каждый раз пребывает всего по нескольку человек, но пусть они увидят вот это заклятие, когда если написано, что до высоты 60-90 сантиметров, все должно быть отрезано так, и вот вы просите с теми резервки, она мне еще потом говорит, перестаньте меня преследовать я ей ответил, я перестану преследовать, когда вы признаете, что вы не правы, вот, она никогда не признает это такой гонор дикий, и вот получается, внимание, я сейчас возьму, я даже немножко понимаете, хотите увидеть их настоящий размер дерева, представим себе, что он растет вот так ведь фактически приказав несчастных женщин, которая попросила совета наивной отрезать вот так же под лицом эту ветку, вот так вот, смотри, я потом внизу все расшифрую, она доставила ее отрезать полдерева, согласитесь, нет, как я определяю, диаметр этого и этого одинаковый просто одной ветке не повезло, что сбоку, вот, знаете, вот из этого везения будет отрезано полдерева сразу вертикальная боли, не повезло, теперь вторая ветка приказана, третья, четвертая, потом, здесь примерно полметра, потом она одумалась, я подумал, сейчас она пишет, я пошутила, или я это, переборщила, нет, она сказала, надо не 50, а от 60 и выше отрезать, вот, то есть, уже вполне возможно, что она имела ввиду вот эти ветки, ну, решилась бы, вот эта несчастная женщина, которая неправильное дерево, прекрасное дерево, прекрасное, но я внушиле, что оно неправильно, и вот, я вот думаю так, понимаете, один раз, битым в голову человеку, 60-90 сантиметров надо отрезать, она, ссылка ее была взята из этого, из Википедии, я потом проверял, вот, ссылка, на которую, на что она сослалась, это из Википедии, и ей, когда она училась в Тимириалевской академии приказали, 60-90, это было принято буквально, вот, что угодно, вот, режь и все, даже не задумываясь, какой бред, а там миллион сто тысяч этих подписчиков, ну, весь миллион не прочитал, но тысячи-то прочитали, и вот эти люди, ну, и командуют нами, они командуют, и учителя такие, ну, может, учитель бы сказал, ну, если бы, ну, если бы, ну, это, ну, однолетка, двухлетка, ну, там еще, вы видели эти полтора метра, я показывал, за что? А здесь опустили, дерево семь лет, сейчас, как можно было вот здесь такое рано делать? Почему я еще раз повторил? Лезем в луку, копаем, это моя работа, не нравится, вот, пожалуйста, сейчас по телевизору футбол идет, вот, это самое, Франция, Порше, вот, что прошу туда, и так, вот это, по этой схеме их усилия, это я взял с сайта Тимириалевской академики, и, если это дерево рассмотреть внимательно, удаляем заключающие волчковые, молодые поросли, нижние ветки, вот, поросли от корня, я порассказал, как опасно, как опасно поросли от корня, они не знают этого, вот, смотрящие вниз, направленные в сторону, то есть, сюда, дерево себя защищает, знаете, образом, она закрывает порехи, вот, чтобы это, сохранить это, они же этого не знают, для чего, церкву, но за крону, они этого не знают, они знают, что в квартире должна быть шифер, или там, ну, чтобы вода не протекала в квартиру, это не знают, ну, там-то они не идут, не лезут на крышу, не пробивают ее насквозь, нет, а здесь это делают, и что получается, если мерить этой схеме, извините, что повторяюсь, что на планете, тут не написано яблони, груши, плодовое дерево, на планете получается, а они все такие деревья, с волшковыми растущие, близко растущие, внутрь растущие перекрещены, вот, оказывается, что на планете Бог и природа за миллионы лет, за десятки, за сотни миллионов лет не создали ни одного правильного дерева, все деревья плохи, все деревья надо искалечить, почему, цена калечины, это теперь правильная форма, вот это вот страшно, а теперь смотрите, откуда она растет, это я повторял, но я все время стараюсь как-то, это, вот смотрите, вот нас учат, видите, учат, учат, вы знаете, что это оказывается, это оказывается, правильная обрезка, правильная, и дерево зарастает, а вы распилинете его, и в голову не приходит, что они искалечили дерево, и это не пример положительный, как надо резать, а надо как там, вот вторая ветка, видите, ее не отрезали, повезло же дерево, вторая ветка, вот это вот, рана навсегда, и они не знают, это один из моих постулатов, когда делается рана, растет дерево, рана не зарастает, она увеличивается, если у меня есть примеры, однолетние, двухлетние, пятилетние, двадцатилетние, тридцатилетние, они пошли на четвертые десяток лет, наверное, я в саду живу, наверное, я вижу, что эти раны увеличиваются, яблони, еще, самые надежные яблони, где-то может чуть-чуть, частично зарасти, но даже, если полностью бы заросла, и вы бы ее отрезали, поперек, вы бы увидели, что гриб там, мороз там, что часть этого самого сосуда, уже не просто перерезаны, как вот здесь, сосуды перерезаны, друзья, они не просто перерезаны, они мертвы, знаете, сегодня я вспомнил про реприка, знаете, почему, вот, да по одной простой причине, у меня там лежит подшипка журналов, которые публиковали мои статьи, вот на эту тему, один на всю планету, на всю страну, которому оказалось это надо, заткнулись все, команда фраз была, вот, наверное, мне этот самый, прошло 10 лет, отпечатает меня самая крупная газета Белоруссии, Толока называется, одну статью, вторую, третью, по тем временам мне присылали 2-3 тысячи, полторы тысячи рублей, я в деньгах купался, те деньги были, не вот эти вот, деревянные, вот, такие гонорары получал, потом бах, тишина, а потом бах, этот самый, корреспондент мне пишет, тогда была переписка, письма, только письма, вот, не было ничего, как сейчас, в современном мире, коллега Сенович, мы распечатать больше не будем, у нас сменился, главный редактор, доктор, ну, он вас терпеть не может, откуда он меня знает, что терпеть не может, да очень просто, положили ему статью мое на стол, сразу вас ненавидел, видите как, а тут ребрик, вот, который, наоборот, сам начал печатать, спасибо, старый друг, идем дальше, вот это убедились, это считается, а абрикосах, сливах, докосчиков, утром, мишнях, вообще не зарастает, тут якобы зарастало на 70%, якобы, это неправда, увеличится дерево, рано увеличится, это постулат, почти закон, идем дальше, видите, как я разговаривался, но я говорю не просто так, это все когда-то должно пойти в текст, и в новое, новое книги, вон, 600 ступнера, вот, и, наверное, так, через 5 лет, когда кончится срок, данный мне, этой самой, под педалкой, 500 еще будет там лежать, потому что она точно никто не купит, вот, смотрим дальше, я не мог, мне нужны доказательства своей правоты, у меня несколько сотен фотографий, где, все, что выше этого среза, мертвое, хоть вот так отрезай, правильно, видели, они приходят в голову, что нельзя резать, не надо резать, не надо, смысл, вот именно, когда одна ветка растет вверх, другие-то наоборот, вертикацию отрезают, а боковой оставляют, ну, каком-то, якобы специалисту, раньше, хотя они звание имели, сейчас назовут себя экспортом, и экспортируют, вот, решили показать, и вот показали, вот это правильное, а вот эти красные, неправильные, конечно, неправильные, и вот это точно так же, вот это дерево замерзнет, у меня таких фотографий сотни, а для чего этот снимок был сделан, снимок, рисунок, да он украсил статью, и вот уже гонорар, а вот этот, с удовольствием, тот доктор наук, что запретил меня 50, там было предложение той истории, вот, и вот он мне, этот самый, ну, прошли столько лет, он уже сам главный редактор, может, выгнали, ну, даже знаете, как умных не любят, и вот фамилия была, нет, он подписывался, Александр, Александр, забыл, но не важно, Александр, Александр подписывался, и вдруг он мне, присылайте фильмы, ой, эти, присылайте статьи, рукописные высылал, вот, я придумал, мы вам дадим, эту, как он называется, псевдоним, псевдоним, или псевдоним, как правильно, вот, и, я вам уже придумал псевдоним, теперь вы Константинов, не Железов, а Константинов, вот, я высылаю статьи, я стараюсь, если тогда ума не было, что я себе хопи не оставлял, ура, пусть, пусть буду Константинов, гонорары, хрен, больше тишина, и прошло 10 лет, и полная тишина, а я почему говорю, а теперь представим себе, что я взял, переделал этот снимок, ну, это же легко, набрал этих веток, нарезал вот так же, сфотографировал, и отправил, тут уже толоку, что было бы, напечатали бы, потому что вот это, по мнению доктора, есть настоящее садоводство, а вы думаете, это все, вот это страшнее страшного, значит, кто-то взял, или это фотография, или рисунок, я не могу понять, вот, А, Б, ну, уже понятно, и засиялся, как мог, человек, он придумал вот это, по его мнению, это сгниет, это тоже, страшно, прям вырезал, вот так вот, и вот это еще, страшнее вырез, и вот это неправильный вырез, а вот это правильный, и вот этот вырез, по его мнению, должен давать, что, ну, понятно, что вот это и есть правильный, а при голову, не пришло ему, что зачем ты эту ветку отрезаешь, оставь ее в покое, ведь, обратите внимание, правильно, да, но диаметр этой раны, не самый большой, вот эта рана больше, полтора раза, даже вот эта больше, равен диаметру штамба, разве дерево выдержит с такой, и уже все, как ее спасти от мороза, один раз там, садовым паром, замаш, три слоя масляной краской, все равно мороз пойдет, пойдет, куда он денется, уже вот здесь вот, по краям, когда это я проходил, начнется все трескаться, выше вот тут, вот видите, где чернота, и ниже, здесь уже все обмерзнет, и вот здесь начинается гибель сосудов, вот эта часть дерева, это я вам патологоанатом говорю, мы совсем патологоанатом, вот здесь все это вымерзнет, как этого не видно, и наконец, шедевр их шедевра, его я потом использовала, она фотографии дергала из интернета, та самая Поливкина, у которой он в тот момент было 2 миллиона, нет, не подписчиков, это ладно, большинство подписчиков, это мертвый груз, 2 миллиона, там, 100 тысяч, сейчас уже больше, 3-4 миллиона, не подписчиков, нет, просмотров, я как начал читать, спасибо, благодарю, какая вы умница, эта умница, надергалась интернета, и это тоже, это распространенная, вот это, и вот это распространенная фотография из интернета, и она, якобы, тот, кто это делал, он тоже, скорее всего, не сам, но может быть и сам, вот это и есть первоисточник, может быть, вот, но скорее всего, это калаш, потому что, вот эти вот, совершенно не вяжутся с верхними долями, вот это признано человеком, который разместил, я не говорю, что он сам пилил, разместил, вот это признано, так же, как вот это, признано идеальным, и очень нужным, рано, очень нужным, так оно дерево нужно, и потом размещает вот это, вот видите, зарастает, вот правильно-то как, вот как этот А внизу, вот это наверху, зарастает, и вот это преподносится, а я смотрю, думаю, сумасшедший дом, ну, в сумасшедшем доме, если бы я же проводил, лекцию вот позвали, вот представьте себе, помните, когда-то этот, наш Шурик попал в сумасшедший дом, калкасской премьернице, все миленько ходят, гуляют, на лавочках сидят, вот, мечтают, как бы напиться, но, понятно, это закрытый, самый, санаторий для алкоголиков, гуляют по леп, кто-то садил эти деревья, и представим себе, что меня попросили, прочитать лекцию, в настоящем сумасшедшем доме, где все 100% сошли с ума, и если я им это прочту, из 198, просто 8, наверняка, какие бы ни были, они скажут, да вы правы, какой же к чертовой матери, это при этом, обрезках, кражи можно, и дальше, если дерево не умрет, оно расти будет рано, я это проходил, и все вам рассказывал, вот это натуральная действительность, давайте, расшилайте, боритесь, я не зря еще раз повторяюсь, пусть это повтор, вот, смотрите, что делается, вы видели, вы видели, стоит только, а это чешевидная форма, стоит только, придать чешевидную форму, все, пошла, посмотрите, дерево, хана, вот не трогай, и нет ничего, я когда ходил по саду, я вам тоже показывал, такие вещи, у меня тоже есть, почему, но обрезку делаю, это не на кольцо, вроде правильно, но обрезку делаю, мне нужно же, обязательно, черенков нарезать, и вот, когда я режу, сразу, в этом месте, начинается мертвичина, веток 20, из них 2 обрезаны, на обоих мертвичина, на 18 нетронутых, нет следов мертвичины, но это-то уже не эпидемия, это не это, это просто обрезка, которую нельзя делать, и вот получилось так, я представил себе, 23 миллиона, дачников, нет, не так, лучшие годы, а нас любили, хвастаться, 23 миллиона дачников участков, каждый удачный, я знаю людей, которые сотни посадили, и все сотни мертвых, мы бы эти письма читали, мы еще не все письма читали, вот, десятки посадил, мертвые сотни посадил, большинство посадило, как правило, как правило, покупанные, ну сами выращивали, это же не так просто, и семечки, и косточки проевать, из них, допустим, 20 миллионов посадило, хозяев, еще там семейство больше, членов, ну пусть 20 миллионов, по 10 штук, вот уже 200 миллионов деревьев, но таких, кто посадил по 10, нет, вторая попытка, еще 10 угробов, третья, в общем, речь идет о миллиардах деревьев, вот, и вот это вот, то, что происходит, оно дало возможность, миллиарды деревьев, уже были высоты, вот видите, я ни одного не покупаю, да, вот, Макаров ни одного, по-моему, уже не покупают, зачем, цельниками обвинялись, мы с ними, все, вот, этот самый, сейчас мы косточки, там, в общем, медленно, нам-то, зачем, на рынок-то, и вот представляем, что миллионы людей, уже бы имели сады, подкупали бы, там, 20 деревьев мало, куплю, я вот, осмелел, куплю, вот еще персик, вот еще череши, а вдруг, это, вот, ну, так, когда массовая продажа, а оно все гибнет, а потом снова массовая, надо же опять на рынок, а рынок предлагает, не миллионы, сотни миллионов, если не миллиарды, и вот эта круговерть, я вот так представил себе, да, я когда узнал, что мы вроде угар, вот, а мы вроде, вы знаете, он рекордсмен по, по этому, по лжи, и жалко его, и креститься не буду, и царство небесное желать не буду, люди с ума сходили из-за него, люди, это самое, с самоубийствами заканчивали, оставаясь, из-за своей глупости и невежества, оставаясь, без крыши над головой, представляете, вот сколько жертв на его совести, и вот я представляю, что я уже печатался, и вдруг он все-таки узнал о том, что существует гигантский механизм, лохотрон, из миллиардов деревьев, которые покупают, умирают, покупают, умирают, миллиарды деревьев, миллиарды денег тратятся, да он же мальчишка по сравнению с современным этим, и все это на глазах у начальства, которые называются, регионами, какого угодно, никто этому не противостоит, никто, ой, грустно, ну, я еще, вот смотрите, вот он, работа, патологоанатом, ну, что тут непонятного-то, распилите хоть одно, преподаватели, у них, знаете, это две беды, я отправляю, кстати, подарки Лукашенко, батьки Лукашенко, я отправляю всю литературу, которая позволит исправить положение дел, зам, министр сельского хозяйства мне отвечает, мы не можем у нас регламент, нахрена ему менять регламент, то у него-то это самое, вот за ним синист, ну, может быть, шикарная, такая шикарная зарплата у замминистра, как у олигарха, но, наверное, не бессует менять это самое, видите, с одной стороны, это что касается именно вот этой группы людей, а преподаватель, вот он посмотрел хотя бы один, вот так вот, увидел вот это, увидел работу патологоанатома, вот что, завтра по-другому будет рассказывать студентам, все, прекращаем КН4, нет, ребята, он не имеет права, вот чем беда, он не имеет права по-другому рассказывать, а это самое, Мирослава Санкт-Петербурга, помнишь, моя молодая подруга рассказывала, он, преподаватель, цитирую твое письмо, преподаватель отказался прочитать курс лекций по прививкам, потому что 5 академических часов ему показалось мало, и вот это было бы, допустим, дали 10, из этих 10, 9, это была бы чистая, ненужная вода, а вот так вот эти же самые схемы показать, прививки так, прививки так, и десяток, да, и объяснить, что когда вот так вот сбоку вылезаешь, а в торце вот такая рана, на всю-всю-всю рану, и что, это что будет, полноценное дерево, когда сбоку вылезало этот, вот такой вот, толщиной вот это самое, и вот именно так рассказать, и то ушло бы, ну, пару академических часов, ну, не 10, а целе 8 часов, да пусть бы бегали, искали бы, по округе этих самых, таких же, как Макаров или Медицин, такие же уникалы.